Всем привет! Пока льется вода и купается мышь, я немного расскажу вам о содержании крыс. Ну да, это у нас не мышь, а крыс, уже взрослый вполне. Почему я не занимаюсь разведением крыс? Это очень накладно. В том лотке, который вы можете увидеть в предыдущих видео, я содержу всего одного крысенка. И при этом субстрат в виде опилок, на котором он живет, буквально за полнедели приобретает нехороший запах. И сразу чувствуется, что нужно чистить, потому что от субстрата нехороший запах приобретает и сам крысенок. Он уже более терпимо относится к воде, не пытается сразу выпрыгнуть, хотя глубина его несколько пугает. Собственно, купаю его для того, чтобы он немножко избавился от того запаха. Собственно, как я возвращаясь к чистке его садка, все изменить, что запах становится невыносимым уже за несколько дней. То есть я очищу его садок буквально два раза в неделю. Если я буду содержать две крысы в таком садке, придется чистить в два раза чаще, потому что, соответственно, будут набираться фекалии быстрее, и придется чистить каждые два дня. Ну и, соответственно, если больше крыс содержать, в каком бы большом садке они ни жили, то придется чистить чуть ли не каждый день. Приходя с работы, ну, это очень накладно и неприятно. Каждый день после работы заниматься чисткой всяких там жилищ для крыс. А тем более, если у вас есть какие-то планы, если вы молодой человек, то это явно не для вас. Если вас никто не может подстраховать, если вы живете один, то, господи, вам придется уделять животным большую часть своей свободной жизни. Если, конечно, у вас нет работы мечты, и что вы можете работать дома всего лишь 8 часов, и не надо куда-то далеко ездить. Я, к сожалению, езжу из области в Москву, и это занимает, по-моему, рабочего времени еще лишних 3 часа, и на личную жизнь на сонах у меня остается всего 12 часов, что не предполагает тому, чтобы серьезно заниматься разведением каких-либо животных, и тем более кормов для них. Поэтому сверчков я покупаю, гусениц покупаю, и, соответственно, крыс, мышей также покупаю. Вот этот крысеныш у меня долгожитель, он уже 4 месяца, как у меня живет. Все, не хочу его скармливать, поскольку они живут до полутора лет, то продерживаю у себя как можно больше, но разводить категорически не буду. Заниматься разведением только для корма у меня нет никакого желания. Во-первых, жалко, во-вторых, убираться у меня нет никакого желания. Ну что ж, воду мы выключим. Вода тепленькая, как в случае со стеном, но не такая горячая. Приемлемые температуры. Крысеныш купается уже далеко не первый раз. Раз, наверное, 10-15. Трудно мне посчитать. То есть к воде он уже более-менее привык. Он не так активно пытается выбраться из ванной. И в основном плавает. Но вот резкого душа очень боится. Когда струи воды падают на него, он резко так пытается выбраться, убежать от них. Но к воде уже более-менее привык. И, как видим, плавает. Плавает, чистится, как может. Соответственно, животные не любят, когда им в уши попадает вода. Поэтому такие подергивания, отряхивания. Но, тем не менее, до дна достает. Не пытается упрыгать, не паникует. Надеюсь, получилось не слишком шумно. И мой голос слышно было нормально. Собственно, посмотрю это чуть позже. Ну, а после купания, минут через пять, я его вытру насухо. И отпущу свежий, так сказать, со свежими опилками дом его. Там он почистится, приведет себя в порядок, просушится, покушает и будет спать. Хотя, с другой стороны, по ночам мыши наиболее активны. И он очень любит шуршать. Поэтому приходится запирать его на кухне, чтобы ночью не будил. Еще одна причина не заводить в массовом количестве мышей или крыс. Если ты живешь в небольшой квартире, то где их содержать, чтобы они не доставали тебя своим шумом или писком ночью? Конечно, крысеныш не пищит, но шумит, переворачивает все миски у себя в садке, что иногда раздражает. Особенно, когда спать не сильно хочется, но на работу вставать рано. Поэтому надо уснуть. Крысеныш этому не способствует. Что ж, скоро буду вынимать его. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok